Привет-привет, друзья! Всем привет с Аляски! Наконец-то я выбралась в даунтаун Анкориджа. Вот это у нас здание гостиницы Капитан Кук. Вообще, даунтаун как таковой, он вот туда немножечко подальше. Там будет 5-й авенюмол, вот где вот этот мостик. И там как-то вот поживее с народом, но все равно вот здесь очень красиво. Тоже вот здесь гостиница Voyager Inn. Парковка. И выход к океану. Вот это я вам сейчас как раз и хочу показать океан. Я направляюсь в ту сторону. Вот по пути у меня здесь парковка. Я сейчас еле как припарковалась. Приехала по субботам и воскресеньям. Парковка бесплатная в даунтауне здесь. Но мест вообще не найти. Я все ждала хороший день. И сегодня опять было пасмурно, ехать не хотела. Но вот хорошо, что поехала. Хоть и дует ветерок, но при этом солнышка, дождя нет. И довольно-таки хорошо. Аляскинское лето очень короткое. И поэтому аляскинцы стараются насадить цветов где только можно. Там вот в центре города клумбы висят на всех столбах с цветами. Потом вам как-нибудь покажу. Вот здесь высадили клумбы с цветами. Чтобы как-то порадоваться хоть недолго. Вот в эти короткие летние месяцы. Вот такой, с первого взгляда, не очень презентабельный спуск к океану. Здесь просто домики. Кто-то здесь живет. Кстати, шикарное место. Березки опять же. Вот я, дурочка, говорила около моего дома. Сережки, сережки висят на осеньке, на березке же. Всегда же вот они, сережки, росли на березке. И вот они, какие красивые-красивые эти березки здесь. Сирень, кругом сирень, куда не поглядишь. Вот этот куст вообще шикарный. Весь в цвету. Вот там дальше я вижу сирень. Вот это Элдерберри Парк. Вот тоже какая. Какая красивая сирень здесь. А дерево вот это. Я говорила, у меня около дедома дерево в шишках. А здесь посмотрите, что. Вау. Парк маленький, но безумно уютный. Здесь вот такое ощущение, как будто Новый год. Вот эти елки с шишками. Красивые. Березки, сирень. Тут вот детская площадочка такая небольшая. Вон детки. Катается на качельках. И вот такой вид, выход на океан. На велосипедах многие катаются. А трава, земля вся, вот вся, вся, вся в одуванчиках. Поляна такая красивая. Здорово. Вот еще пойду посмотрю, что за дельфинчик там. Это оказывается горка такая. Дельфинчик горка. И вот здесь под березками столик. Океан. Железная дорога здесь, я вижу, проходит. Здесь здорово, я хочу сказать. Здесь очень-очень здорово. Туннели. И люди пошли туда в туннель почему-то все. И вот многие туда идут. Я сейчас, наверное, тоже пройдусь. Посмотрю, что там. Просто очень-очень интересно. В ту сторону пошла дорожка. Я сейчас чуть-чуть-чуть-чуть совсем по ней пройду. Не знаю, куда она выведет. Но куда-то к порту. Потому что, посмотрите. Вот там вдалеке, я сейчас попробую приблизить. Там огромные вот эти суда стоят. И контейнеры. И, может быть, даже корабли, которые приходят на Аляску. Может быть, они тоже вот к этому порту приходят. Не знаю я даже. А вот это какой кондоминимум квартиры. Представляете, вот так вот жить. В таком месте с видом на океан. Это домик музей. Я вижу, люди туда заходят. И вот тут вывеска такая. Open Oscar Anderson House Museum Tours. Я сегодня туда не пойду. Потому что у меня нет времени. Но в следующий раз обязательно-обязательно схожу. Посмотрю, что там внутри. Здесь висит карта. И на ней нарисованы все трейлилы. Тропы вот эти, по которым можно ехать велосипедистом. Вот одна идет вот такая. Это вот моя, по которой я езжу до озера. Там вот дальше черный трейл. Вот здесь, вдоль всего океана, вот этот голубой трейл идет. Тропа вот эта. А я сейчас нахожусь вот здесь. Вот на карте, где написано You Here. Шелтеньким. Вот здесь я сейчас и нахожусь. Так я захожу в этот тоннель. На фоне голубого неба. Такую таинственную трубу. Ну, он маленький. Короткий туннельчик такой. Понятия не имею, куда я выйду. Ни разу не была здесь. Вот куда я вышла. В принципе, никуда так вот особо ничего здесь нет. Просто красивая природа. Выход к океану. Вот такие дома здесь стоят. И вот здесь небольшая площадочка с камнем. В другом месте еще, я в следующий раз скажу, есть памятник капитану Куку. И от него вот тоже площадка. И вот такой выход к океану. Ну, вот то, что я уже показывала и говорила. К океану здесь мало того, что купаться нельзя, потому что он холодный океан. Так к нему еще и не подойти. Все вот в такой грязи, болоте, тине. Я не знаю, как это назвать. Вот такая вот земля до самого океана. И туда просто не пройти, не подойти к берегу. Хотя я вот читала, почему на Аляске здесь такая погода. Это теплая, мягкая зима, потому что здесь проходят теплые течения в океане. Но, наверное, недостаточно теплые, чтобы купаться. И опять же я говорю, что вот просто не подойти к берегу. Только птицы, вот я вижу, могут сидеть на этой поверхности. Вот такой здесь океан. Тут такой маленький памятник. Девочка наклонилась. И что-то она ищет там в траве. Я не знаю, вот такая вот девочка в наклонном положении, в платьишке и кругом цветочки у нее. Может быть, она кланяется кому-то. Я даже не знаю, я даже не могу объяснить значение этого памятника. Вот с этой стороны сейчас еще покажу. Вот такая вот девочка. Дерево тоже все в шишках. Посмотрите, какая красотища. Вот такие вот шишки выросли зеленые. Еще она уже коричневеет. Да, вот это что такое, вот эти вот маленькие, я не знаю. Но тоже смотрятся очень красиво. И вот здесь вот такой пустила стрелку. Вот это дерево, посмотрите, оно тоже, это пихта, наверное, или что, сосна. Тоже вот такие шишки. И вот эти интересные такие штучки. С метелочками в середине. Вот оно все-все-все увешано ими. Вот еще покажу вам отсюда, как выглядит этот, несмотря ни на что, величественный океан. Вот гор здесь нет уже. Горы у меня остались позади. То есть Анкоридж, он с одной стороны выходит вот в этот залив. Это залив Кука называется. И окружен горами со всех остальных трех сторон, горами Чугач. Вот здесь тоже, посмотрите, какие красивые квартирки. Это вот жилые дома, просто квартиры. Нет балконов, хотя я не вижу. Но очень интересно так красиво сделано здание. В общем, вот прошла я сюда еще чуть-чуть. И опять вышла на улицу жилых домов. Дома, конечно, вообще с ума сойти. Обалденные какие здесь. Очень красивые. И место шикарное. Я пыталась найти вот этот памятник Куку. Там такое тоже место, красивое-прекрасивое. Но я его не нашла. Наверное, это просто по другой улице выход. И я сейчас буду возвращаться назад. Вот туда вот, к гостинице. Могу пройти. Просто что-то неописуемое вот эта елка. Посмотрите, она прямо даже, мне кажется, ветки. Все под тяжестью этих шишек наклонились вниз. Вот так вот припали к земле. Потому что вы не можете себе представить, сколько на ней шишек. Вот она вся усеяна. Даже самих иголочек не видно из-за шишек. И вот вся она такая. Вау, это просто обалденно. Это дерево тоже очень интересное. С такими ярко-ярко малиновыми цветами красивыми. Такого дерева я никогда раньше не видела. Не знаю даже, что это такое. Но просто выглядит тоже оно обалденно красиво. Вот здесь можно взять велосипеды на прокат. Вот столько много здесь велосипедов. И цены 1 час 7 долларов. 2, 10, 3, 15, 4, 20. И за весь день 30 долларов. Даже такой велосипед можно взять с детской колясочкой. Вот он вместе в комплекте. Вот такая вот колясочка закрытая. Такие видела только на Аляске. Потому что здесь видно холодно. И вот, чтобы детки не замерзли, их катают в таких закрытых колясочках. Велосипеды очень популярный вид транспорта в Анкоридже. Я вам показывала, сколько здесь велосипедных троп. Они прямо по всему городу полностью огибают. Во всех местах можно ездить. Тропы длинные, по несколько километров. Вот опять здесь аренда велосипедов. На любой вкус. И вот так вот я погуляла по маленькому кусочку даунтауна. Обещаю вам показать больше. И сходить в памятник Кукука. И сходить вот туда дальше. К 5-й авеню-молу. Где кипит основная жизнь. И там очень красиво. В следующий раз на сегодня хватит. И на сегодня я с вами прощаюсь. Всех люблю. Всех целую. Всем желаю хорошего настроения. Солнечных дней. Счастья, любви, удачи. Пока-пока.